Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei, второй урок. В этом уроке мы с вами скачаем движок Joomla, как я уже и говорил, и установим на наш локальный сервер Denver. Итак, смотрите, переходим в поиск Google или Яндекса и вот здесь, как у меня, вы должны написать extensions.joomla. И первое, что у вас должно попасть в поиски, или можете сразу забить адрес extensions.joomla.org. Это официальный, такой самый крупный, наверное, репозиторий для Joomla. Переходим туда, мы видим вот такой вот англоязычный сайт. Конечно же, Joomla делали не русские программисты, но несмотря на это, вся Joomla имеет русский язык, то есть вся админка на русском и фронтальная часть будет вся на русском языке, что позволит нам комфортно работать. Сразу же на главной странице вот этого репозитория, оранжевая большая кнопка, сейчас мы скачаем официально здесь последнюю версию движка Joomla. И немного слов о extensions.joomla.org, что это за такой гигант репозиторий. Да, и перед этим, я хотел сказать, если вы не очень с английским языком, то есть такой браузер Chrome, он автоматически переводит на русский язык англоязычные страницы. Так что, если вы хотите, чтобы вот этот сайт был переведен, используйте Google Chrome. Ну, немного об вот этих вот расширениях вообще, что это такое? Смотрите, вот этот extensions.joomla.org, он предлагает скачать или купить дополнительные расширения для движка Joomla. Что такое расширение? Joomla, он весьма как бы ограничен в возможностях, например, если нам сразу нужен, например, интернет-магазин, то мы просто на Joomla его не сделаем. Нам нужно специальное расширение, по-другому это называется компонент, интернет-магазин. Интернет-магазин есть как бесплатный, так и платный. То есть, если он бесплатный, то вы сможете найти его здесь, тут есть поиск, и скачать к себе на компьютер и установить. Соответственно, компонент интернет-магазин, он не работает без Joomla. Теперь немножко давайте поговорим вообще, что такое расширение. Расширение – это как бы обусловлено одним словом три позиции. Это компоненты, модули, плагины. Компоненты – это такое серьезное расширение с большим функционалом, то есть там мог быть большинство всяких настроек. Модули. Модули – это как бы выводится визуально на лицевую сторону сайта какой-то контент. Например, вы скачали компонент интернет-магазина, к нему прилагаются также модули. Например, модули выводят на главную страницу, вообще на сайт, например, фильтр для интернет-магазина, то есть поиск по товарам. То есть, вот модули можно в различных позициях сайта вставлять, эти позиции тоже зависят еще от шаблона. Об этом тоже позже еще поговорим. И третья фаза – это плагины. Плагины – это такие маленькие, маленького функционала расширения, которые дают просто какой-то внутренний функционал, какой-то контент, который не выводится там как модуль, например, на сайте, но очень полезно, например, помогает в работе. Например, плагин дополнительное кеширование. Об этом тоже позже поговорим, что такое кеширование. То есть, эти плагины, их, как правило, не видно. На сайте они просто дают функционал какой-то важный. Например, шаблон какой-то не может работать без специального плагина. То есть, шаблон ставится на Joomla и ставится этот плагин, который необходим. Сейчас, конечно же, возможно, вам все, что я сказал, не совсем понятно, но позже, когда вы немножко наберетесь практики, вы будете понимать и разграничивать, что такое компоненты, модули, плагины. Итак, сейчас возвращаемся к Joomla и жмем на кнопку Download Joomla. У вас выскакивает вот такая страница. Синяя кнопка – это скачать последнюю версию Joomla на сегодняшний день. Это 3, 4, 5 версия. И зеленая кнопка Update, то есть обновление для Joomla. Мы жмем на синюю кнопку, скачиваем к себе на компьютер Joomla пакет. Выбираем папку на компьютере, куда вы хотите установить Joomla. Выбрали папку и нажимаем сохранить. Все, Joomla у меня скачалась. Переходим в ту папку, куда вы скачали Joomla. У нас здесь вот такой zip-архив. Если мы правой кнопкой кликнем и нажмем открыть, здесь будут видны все файлы. Все необходимые файлы нашего движка. Нам нужно распаковать вот этот архив на наш Denver, который мы в прошлом уроке с вами устанавливали. Он у нас на диске C. Правая кнопка мыши, открыть. В этом окне нажимаем так вот извлечь. И вот здесь вот в списке мы должны указать путь. У нас диск C. По плюсику кликаем, раскрываем весь список. И здесь вот у нас есть папочка WebServer. Также по плюсику напротив кликаем. Дальше мы выбираем папочку Home. Помните наш сайт Test1. По плюсику раскрываем его и выбираем папку. Вот так вот выделяем www. Нам нужно в нее извлечь все файлы. И нажимаем ОК. Нужно дождаться процесса извлечения всех файлов. Итак, все извлеклось. Давайте проверим. Переходим на диск C. WebServer. Home. Test1. www. Вот вы видите, все файлы здесь лежат. Если вы еще не включили ваш локальный сервер, то кликаем Start Denver. Запускаем наш сервер. В адресной строке вписываем наш сайт Test1.ru и нажимаем Enter. В браузере, если вы все сделали правильно, у вас должна показаться вот такая же страница, как у меня. Это начальная страница установки Joomla. И давайте приступим к установке. Обратите внимание, там, где есть вот такие звездочки, это обязательные поля для заполнения. Потом вы в любой момент сможете изменить все эти параметры, если потребуется. Название сайта пишем Test. Можете, конечно, сразу писать какое-то свое название. Но я вам советую сначала потренироваться, прежде чем делать готовый сайт. Потом здесь название сайта будет, например, если у вас сайт, например, про кино, то здесь будет, например, кинопортал или еще что-то. Email администратора. Вписывайте рабочий свой электронный ящик. Написали email. Логин администратора. Для входа в админ панель пишем Admin. Или можете какое-то свое. Также пароль для админ входа 123 пока сделаю. И подтвердить пароль 123. Соответственно, когда будет рабочий сайт, в самой админке этот пароль можно изменить на более сложный. Здесь есть еще вкладка выключить сайт. Мы оставляем ее как есть. Об этом тоже позже поговорим. Нажимаем потом на синюю кнопку далее. Итак, следующий шаг. Конфигурация базы данных. Здесь будьте немножко внимательны. Смотрите, вы должны перейти вот по такому адресу localhost. Косая черта tools. Косая черта php myadmin. Просто на клавиатуре вбейте в адресную строку. И вы должны попасть вот на такую страницу, как у меня. Сейчас создадим базу данных для нашего сайта. Кликаем вот по первой вкладке база данных. И называем как-то нашу базу данных английскими буквами, только не по-русски. Я назову Joomla. Дальше в списке сравнения надо выбрать вот этот пункт. General C. Arms C8 General C. И нажимаем кнопку создать. База данных Joomla была создана. Переходим обратно на эту страницу. Первое поле мы оставляем как есть. Имя сервера базы данных мы оставляем тоже localhost. Имя пользователя. Вот здесь вот читаем. Можем использовать root. Пользователя мы не создавали. Поэтому используем root. Потом эти все данные мы заменим, когда сайт будем выгружать на хостинг. Тут написано, что обычно используется учетная запись root без пароля. Попробуем пароль не писать. Имя базы данных мы только что создали. Это у нас Joomla. Префикс таблицы оставляем. Действие уже существующими таблицами. Резервную копию таблицы от предыдущей установки Joomla будет заменена. Мы создаем на новую базу данных. Нажимаем далее. Если вы все сделали правильно, у вас должна быть вот такая страница. Третий шаг. Вот здесь видно троечка. Последний шаг. Завершение установки. Установить демо данные. Оставляем нет. То есть смотрите, можно конечно же поставить демо данные. То есть сайт уже будет наполнен какими-то статьями. Какими-то настройки будут стоять. Уже будет видно, что у нас уже какой-то есть сайт. Но там придется потом лазить, смотреть, что за что отвечает. Как эти статьи выводятся и так далее. Нам нужно поставить сейчас чистую Joomla, чтобы с нуля, шаг за шагом мы смогли с вами все разобрать. Как создаются там меню, статьи, категории и так далее. Оставляем нет. Дальше обзор. Здесь оставляем нет. Конфигурация. Смотрим. Здесь в принципе ничего больше не нужно. Нажимаем на кнопку установить. Идет процесс установки Joomla на наш локальный сервер. Нужно немножко подождать. У вас должна появиться вот такая страница с поздравлением, что мы успешно установили Joomla. Прежде чем мы приступим к следующему шагу. А следующий шаг это, смотрите, удаление директории и инсталляция. То есть это важный шаг. Эта папка нам не нужна после того, как мы Joomla установили. Но перед этим, вот здесь есть такая внизу кнопка установка языковых пакетов. То есть нам нужно русифицировать сейчас админ панель, чтобы она не была на английском языке. И фронтальную часть сайта тоже. Кликаем на эту кнопку установить языковый пакет. Здесь много языков. Мы крутим в самый низ. Нам нужен русин. Вот он русин. Русский язык. Ставим напротив галочку. Поднимаемся наверх. И нажимаем дальше. У нас идет установка русского языка на нашу Joomla. Тут идет информация о мультиязычнице. Мы это тоже пока пропускаем. Ниже смотрим. Вот здесь нужно выбрать точку, поставить напротив русский язык. Это язык панели управления, да? То есть это админ часть нашего сайта. Язык сайта, то есть фронтальная часть, тоже выбираем здесь пункт напротив русский. И нажимаем далее. Все нам говорит о том, что у нас язык теперь по умолчанию русский. Все на русском языке по умолчанию. Поздравляем, вы установили Joomla. Это у нас уже сообщение вскакивало. Нам еще нужно сделать одно действие. Это удалить директорию, да? Как я уже говорил. Кликаем по желтой кнопке. И кнопка сменяет свое название. Директория, инсталляция успешно удалена. Теперь смотрите, что мы делаем. Правой кнопкой мыши мы кликаем по кнопке панель управления и открыть в новой вкладке. То есть, чтобы у нас в новой вкладке открылась вот такая страница. В адресной строке вы можете видеть наш сайт. Касая черта, администратор. То есть это путь к админ панели. Здесь нам нужно ввести будет логин и пароль, которые мы делали при создании Joomla. А на этой вкладке, там где кнопка сайт, просто кликаем по кнопке сайт. И у нас открывается уже такой, можно сказать, готовый сайт. Его нужно только настроить. Это стандартный шаблон ProtoStar, который сейчас вы видите, да? Позже мы здесь все настроим. То есть, вот он наш сайт. Это главная страница. В другой вкладке у нас открыта админ страница. Здесь мы вписываем админ. То, что, помните, мы создавали логин. И пароль у меня был 123. И нажимаем на кнопку войти. Вот посмотрите, я зашел в админ панель Joomla. Если вы все сделали правильно, у вас должно получиться то же самое. Как вы видите, у нас все на русском языке. Мы с вами произвели установку. И в следующем уроке мы с вами начнем изучать уже сами настройки Joomla. Поздравляю вас с успешной установкой сайта на локальный сервер. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!